Плетение из лозы Плетение из лозы – ремесло, которое возникло раньше гончарного дела и ткачества. С момента возникновения лозоплетение не изменилось. В Беларуси из лозы плели практически всё – мебель, заборы, жилища, посуду и даже рыболовные сети. Самым распространённым изделием были и остаются корзины. Основной материал для плетения – различные сорта ивы. Более толстые ветви используют для плетения мебели, тонкие – для мелких предметов. Заготавливаются прутья в холодный период, когда на веточках нет листьев. Срезают побеги хорошо заточенным ножом или секатором. Прутики должны быть длинными и неразветвлёнными. Срез делается под углом, оставляются пару нетронутых почек. Тогда на следующий год вырастут новые ветви. Если всё делать правильно, обрезка будет полезна для дерева. Далее собранные ветви очищают от коры. Раньше для этого лозу сплетали в пучки и вымачивали в ручьях до двух недель. Сейчас прутики достаточно прокипятить. Хорошо вываренная лоза приобретает более яркий глянец. Если прутья не додержали в кипятке, то они приобретают серый оттенок. Изделия из вываренной ивы легко моются и долго сохраняют привлекательный вид. Теперь необходимо снять с прута кору. Делают это руками или используют щемилку. Очищенные прутья сортируют по толщине и раскалывают, чтобы получить ленты для плетения. Далее ленты стругают, используя специальные конструкции ножей. Тонкий конец лозы вставляют в зазор между ножом и основанием струга и начинают протяжку прута. Изготовление белорусской корзины или лукошка начинается с формирования каркаса. Для этого нужны два одинаковых по размеру обруча из прутьев ивы или ореха. Соединяют их перпендикулярно и начинают оплетать прутиком или лентой в месте скрещивания, образуя ромб. После того, как ромб прочно соединил обручи между собой, подставляются дополнительные боковые ребра. Их обычно делают из прутьев меньшей толщины. Ребра заостряют с внутренней стороны и фиксируют в ленточку, держащую обручи. Лукошка плетется простым способом. Начинают от ромба с каждой из сторон и постепенно идут к центру. Обычно заканчивают вертикальными рядами в центре. И белорусская корзина готова. Из необработанной лозы также получаются очень красивые и прочные изделия. Однако работать с таким материалом лучше сразу, чтобы он не потерял свою гибкость и эластичность. Классические корзинки из таких прутьев можно плести другим способом. Начинают плетение со дна. Для небольшого изделия берется 8 прутиков одинаковой длины и толщины. Четыре из них разминаются и раскалываются посередине. В отверстие вставляются остальные прутики. Образовавшуюся крестовину оплетают, а затем разводят прутья, как бы образовывая лучи. Теперь дополнительными веточками формируется дно. Далее идет построение стенок. Для этого лучи закрепляют сверху и регулируется их наклон. Обычно стенки плетут веревкой в три прута. Корзины готовы. Они идеально вписываются в интерьер, добавляя уют и тепло.